Неприятный запах в городе и ухудшение экологии – это лишь часть последствий от неправильной утилизации жидких бытовых отходов. Вопрос строительства в Рязани станций по их приему и переработке начали поднимать еще в 2017 году по инициативе Рязанского межрайонного природоохранного прокурора. Но вплотную занялись проблемой только сейчас, хотя уже тогда проверки показали ряд нарушений. Существующие на тот момент пункты приема жидких бытовых отходов, которые по сути находились на канализационном коллекторе Рязанского водоканала, не соответствуют санитарному законодательству. В ходе приема жидких бытовых отходов происходит загрязнение ближайшей территории с токами. Отходы принимаются в городской коллектор без предварительной механической очистки. Но и сами пункты не соответствовали требованиям законодательства. К жидким бытовым отходам относят стоки кухонь, бань, душевых и туалетов в домах, не оборудованных канализацией. Чаще всего они попадают в выгребные ямы. Таким отходам присвоен четвертый класс опасности. Если не своевременно их откачивать, может серьезно пострадать санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе. Размножение бактерий, насекомых и скопление опасных газов. Вот следствие неправильной утилизации. Ранее мы выявляли факты, что при приеме жидких бытовых отходов происходило загрязнение этими отходами прилегающих территорий. То есть, естественно, прилегающая к пунктам приема жидких бытовых отходов территория должна быть гидрозаизолирована. То есть, при протекании не должны жидкие стоки поступать на землю. Соответственно, на землю, на прилегающие водные объекты и так далее. Помимо всего прочего, в пунктах приема данного вида отходов должно быть соответствующее освещение. Также необходимо проводить их первичную очистку. Если этого не делать, последствия будут серьезными. Вплоть до выхода из строя насосных станций и городских систем водоотведения. К слову, во многих городах такие станции работают уже давно, а в Вологде их целых семь. В Рязани пока только готовят к введению в эксплуатацию подобный пункт. Сроки обозначены размыто – 2019 год.